На две порции сырников понадобятся полтора стакана творога, одно яйцо, две столовые ложки муки, столовая ложка сахара, щепотка ванилина, две столовые ложки сметаны для подачи блюда и растительное масло, две чайные ложки. Так в чем же секрет тех самых сырников? Ответ простой, все дело в твороге. При приготовлении сырников по ГОСТу обязательно творог протирают, для того чтобы эти сырники хорошо усваивались организмом. Используют творог обезжиренный или средней жирности. Не используют творог жирный. Почему? Потому что в процессе тепловой обработки жир творога будет расплавляться и сырники просто потеряют форму. Добавляем в протертый творог взбитое яйцо и перемешиваем. Щепотка ванилина. Перемешаем еще раз. Теперь отделяем от муки третью часть и всыпаем в массу. Остальное для панировки. Смешиваем и добавляем сахар. Сырники можно приготовить с сахара и без сахара. Вообще готовить с сахаром очень капризная масса получается, потому что сахар всегда разжижает творожную массу. Поэтому надо добавить вот в конце приготовления. Добавляем сахар и сразу начинаем формовать изделие. Если сырники приготовить без сахара, можно подать с сгущенным молоком, с вареньем. Можно сверху посыпать сахарной пудрой. По воздуху раньше наносили сеточку ножом. Разогреваем растительное масло и обжариваем сырники с каждой стороны до золотистого цвета. Доводим до готовности в духовке при 180 градусах. Долго ждать не придется. 5 минут и сырники будут готовы.